Работа на строительной площадке нового здания ТЮЗа кипит. С марта месяца, когда мы первый раз знакомились с объектом, будущий дом театра вырос еще на два этажа. Три этажа из четырех возможных уже присутствуют. Параллельно с возведением бетонного каркаса, как вы видите, уже закладывают стены. То есть потихонечку объект уже приобретает тот вид, который он будет иметь по завершении строительства. По словам генерального подрядчика, на данный момент все работы идут по графику. Сейчас завершается перекрытие третьего этажа. Останется только установить колонны четвертого этажа, перекрытие и перейти к кровельным работам. Уже в августе будет завершен весь этап строительства монолитного каркаса. Со следующей недели приступаем к работам по оштукатуриванию и залитию стяжки внутри помещения. Дальше уже пойдут работы по устройству инженерных систем. Это пожаротушение, это система отопления, водопровод. Канализационные работы, что касаемо уже ниже нуля, уже выполнены. Сегодня на строительной площадке задействовано порядка 60 рабочих. Но, по словам генподрядчика, их количество с каждым днём постепенно будет увеличиваться по мере того, как будут приступать к новым этапам работ. На пике планируется подключить к строительным работам 200-250 человек. Основная цель генподрядчика – к сентябрю построить коробку и закрыть контур. По мере возможности начнётся установка оконных проёмов. В июле планируется утеплять фасад и штукатурить его. Специально для нашей съёмочной группы директор театра провёл экскурсию по будущему зданию. На втором этаже готова служебная зона. Видны очертания малой сцены. Площадь этого зала – 120 квадратных метров. Здесь будет на высоте почти 8 метров крепление для оборудования. Фактически это павильон-ателье, где можно будет выстраивать любое пространство. Особенность этого зала в том, что там, где находятся оконные проёмы, установят витражное стекло, которое можно будет распахнуть, добавив к искусственным декорациям натуральные. Третий этаж пока больше похож на крышу. Здесь открывается хороший вид на окружающий театр-микрорайон. С высоты уже просматривается летняя площадка, где разобьют сквер и будут проводить выступления на свежем воздухе. Перед нами ещё один зрительный зал. То есть, де-факто, это репетиционный зал. Но при проектировании были учтены все необходимые требования для безопасности зрителей. Поэтому совершенно спокойно мы можем принимать на этой площадке зрителей. Этот зал ещё больше, чем камерный зал внизу. Возможности для творчества в этом здании практически безграничны. Это понимаешь, когда попадаешь на сцену. Кстати, мы первые побывали на сцене нового здания театра. Заглянули в жерл сцены. Пока она напоминает реактор. Уже в июле её будут оснащать электрики под специальное оборудование. Это невероятное ощущение сейчас стоять, когда уже видны очертания театра. И такое ощущение, что я сейчас на свидании с любимым человеком, с любимым местом. Потому что здесь чувствуется дух небольшого театра. Всё расширилось, всё стало больше, комфортнее. Но всё осталось на своих местах. Сцена, фойе, зрительный зал. Напоследок Эдуард Терехов показал ещё одну театральную территорию, которой раньше не было, но о которой мечтали. Это настоящая столовая для сотрудников театра. Она будет совмещаться с театральным буфетом для зрителей. Всё продумано до мельчайших деталей ради комфорта зрителей и артистов. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.